добрый день друзья это снова Кочетков Александр сегодня 7 сентября 2017 года перед отъездом решил показать вам точнее вчера ко мне обратился Александр он купил аппарат и чтобы каждый раз каждому новичку или тот кто купил аппарат не объяснять как это все управляется я решил записать ролик смотрите очень внимательно вот он м3500 к нему подходит провод сетевой это с розетки 220 вольт вот здесь тумблер основной он выключает и включает аппарат обнуляет его если что-то случилось там с электричеством это я в дальнейшем расскажу здесь идет соединение основного мата дополнительность где карбоновая панелька то есть вот здесь соединение в принципе здесь есть в общем тумблер вход в гнездо и соединение большого мата и основного основной части кровати дополнительной карбоновой панельки дальше идем это органы управления смотрите здесь есть панелька куда подключается прожектор ой два прожектора девятисферный сюда трехсферный сюда то есть на них все подписано ошибиться здесь не возможно и пульт пульт у него опять гнезд и тут тоже там ошибиться сложно то есть у этих четыре гнезда у пульта управления там пять гнезд то есть тут не ошибешься но если вы местами поменяете это не есть ничего такого страшного не произойдет чучи все подписано вот дальше здесь регулируется карбоновая панелька вот это нижняя то есть здесь как в утюге у него есть свой тумблер выключение карбоновой панельки и есть регулятор регулятор от 0 до 70 градусов то есть какую вам температуру нужно выставить вы выставляете то есть я всем рекомендую по максимуму то семерка и семерка на карбоновой панельки давайте приступим к пульту управления вот он там на специальной такой подвижной ножки то есть тоже ничего не сломается она гибкая вот смотрите пульт здесь есть кнопка внешне электрическое питание вы ее нажимаете вы нажимаете вы ее нажимаете видите загорелись прожектора то есть нижняя кнопка она включает нижний экранчик он показывает температуру прожекторов и карбоновых пановой карбоновой панели по которой находится под кареткой и вот эти плюс минус это это регулятор температур то есть когда вы два раза нажми нажимаете на эту кнопку он показывает заданную температуру то есть вот она заданная далее вот она я включаю заданные температуры 60 градусов сейчас вот она показывает фактически то есть прожектор нагрет до 57 градусов и карбоновая панелька соответственно тоже ее задача дойти до температуры 60 градусов дальше многие там а он выключается он выключается из-за того что он поддерживает заданную температуру то есть при нагреве до 61 градусов там конце термодатчик срабатывает прожектор выключается опускается температура до 58 градусов он опять включается чтобы поддержать 60 градусов или там 50 градусов если ставить или там 55 градусов то есть он будет там 3 градуса для кайну для поддержания температуры это не сломался аппарат он не выключается он просто держит температуру дальше вот вторая основная кнопка это включить это карбоновую панельку и прожектора это кнопка включать включает каретку очень отдельно своя кнопка и свой температурный экран то есть вот так же как и в том аппарате ну на этом экране плюсиком вы выставляете температуру задан ну там задаете температуру и минусиком можете уменьшить то есть один раз нажали вот смотрите один раз второй раз по 5 градусов убирает то есть то же самое взяли подняли до 60 градусов я рекомендую всем на 60 на 60 градусов все с этим разобрались эта температура карбоновой панели и прожекторов верхний экран показывает температуру карет дальше есть кнопка автоматический режим про который я всем говорил то есть вы ее нажимаете кровать начинает каретка начинает двигаться то есть она переходит в автоматический режим вот видите прожектор 60 градусов набрал и он выключился то есть будет температура падать он опять включится каретка у нас поехал то есть вот у нее задача три раза откатать мышцы и дальше там 15 точек прижечь все автоматический режим вот включается кнопкой а вот и есть еще две кнопки это стрелка вверх это каретка двигается вверх стрелка вниз каретка двигается вниз то есть пока вы держите каретка двигается отпустили кнопку каретка остановилась на своем месте начинает прижигать то есть дополнительно в ручном режиме вы можете делать прижигать любую точку или в ручном режиме вы можете промассировать тот тот отдел позвоночника где вас больше всего беспокоит ну вот в принципе все как бы автоматический режим ручной сейчас я вам покажу что надо делать когда вы с утра проснулись вот один раз вы включили второй раз вы можете нажать и он выключится и вот кнопка включить и выключить они регулируют температуру то есть вы утром проснулись до вам надо полежать на аппарате вы нажимаете нижнюю кнопку загорелся нижний экран вы включили это голубенькую кнопку включить загорелся верхний карбоновая панелька загорелась каретка загорелась включилась вы можете сразу но лучше дождаться чтобы кровать немножко нагрелась чтобы ваши мышцы начали прогреваться и дождались температуры допустим 50 градусов и нажали автоматический режим все каретка поехала работать ничего закончится сеанс верхний экран потухнет через 40 минут сеанс закончен то здесь все автоматизировано вам не надо ничем парить если вы захотите дополнительно вы потом просто берете стрелкой вверх и стрелкой низ вниз регулируйте себе ну регулируйте каретку где ее остановить под вашим позвоночником это дополнительно это ручной режим я всем рекомендую использовать сперва автоматический режим прогревать себя потом уже дополнительно работать в ручном режиме ну вот в принципе об управлении аппарата я вам рассказал если будут какие-то еще вопросы естественно я готов на них ответить что я вам еще могу сказать мой девиз спасение утопающих дело рук самих утопающих в общем подписывайтесь на мой канал ставьте лайк эта информация может кому-то помочь в общем всем удачи всем пока а 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 Продолжение следует...